Друзья, всем привет! Сегодня в видео я буду делать полезную самоделку. Изготавливать ее буду из профильной трубы 15х15. Помогать мне в изготовлении будет трубогиб гиббон, который на днях я получил по почте. Трубогиб это компактное ручное устройство, с помощью которого можно гнуть трубы круглые и профильные. Для удобства при работе с разными размерами труб, чтобы постоянно не разбирать вал, я приобрел регулируемые муфты, которые с помощью шестиградника выставляются под нужный размер трубы. Достаточно один раз разобрать вал, установить эти муфты и далее уже регулировать их под нужный размер. Больше разборка вала вам не потребуется. Устанавливая трубу на вал, оставляйте зазор в 1-2 мм между муфтами и трубой. Также дополнительно заказал вал с креплением для дрели. Это ускорит и облегчит работу при гибке труб. На первый взгляд трубогиб кажется очень простым устройством. На самом деле так и есть. И наверное у многих возникает вопрос, почему же нельзя сделать его в домашних условиях. На самом деле ответ тоже простой. Так как в заводской версии трубогиба используются каленые валы, усиленные звездочки и вот такие вот цепи нестандартные. Поэтому наверное не стоит заморачиваться. Трубогиб стоит абсолютно адекватных денег и проще его купить в качественной версии, чем тратить свое время, нервы. И самое главное, что долго не каленые валы, они все равно вам не прослужат. И в итоге вы все равно со временем придете к покупке заводской версии. На приживном винте установлена муфта повторяемости. Она нужна для того, чтобы ваши детали все были одинаковые. То есть согнули деталь, опустили муфту в самый низ, закрепили шестигранником и следующая деталь у вас получится такая же. Потому что муфта не даст перетянуть приживной винт. Согнул я первые три детали. И как видите, они абсолютно одинаковые и повторяют друг друга в точности. При работе с данным трубогибом у меня не возникло никаких сложностей. У меня даже подошла жена и согнула пару труб без каких-либо усилий. Поэтому, друзья, не бойтесь работать трубогибами. На самом деле ничего сложного. Чуть-чуть потонироваться и дальше вы уже можете изготавливать у себя на участке, допустим, или в гараже, лофт-мебель, навесы различные, лавочки, парнички, теплицы и многое-многое другое. Ссылку на трубогиб я оставлю внизу под видео в описании. Итак, первые две детали готовы. Они лягут за основы моей самоделки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok